Смотрите, вот стеклянный лифт. Юра наконец-то оценил, что здесь очень красиво. Иди, я тебя сфотографирую, Юра. Вот, наконец-то ты сказал, что напоминает тебе Тбилис. Это лифт, конечно. В общем, вид на миллионы, я считаю, да? Нравится? Стоило сюда приехать, посмотреть. Не все, конечно, упираться в пляж. Ну, слава богу, хоть дошло. А сейчас мы здесь побывали, будет теперь что вспомнить. Конечно, хоть ты увидел, где ты, в каком стране, в каком городе, хотя бы минимальное представление будешь иметь. Марморис, конечно, он очень маленький. Его даже назвать поселком. А этот город большой, это еще не был Каньялты, там шикарная набережная туда дальше. Ну, конечно, там сегодня не оседим. Сегодня, давайте съездим, да. Ну, просто гулять. Только чисто погулять, потому что магазины закрыты все. Конечно. Так, может быть, наоборот, нам пользоваться сейчас и сегодня по максимуму пройти. По максимуму пройти, а завтра насладиться пляжем. Не успеем. Просто гулять без магазинов. Продолжаем с вами гулять. Тепло. Оделись очень-очень тепло. Ну, думаем, знаете, солнце скроется и замерзнем. Смотрите, вот совсем недавно все кафе работали. И здесь просто попить чай с таким видом. Многие скажут, что в отеле можете с этим видом пить. Нет. Это разные вещи. Пить в отеле и пить в таким вот здесь, в старом городе. Но это еще не все. Мы идем с вами гулять дальше. И все это дело смотрим вместе. Кто-то уже гулял раньше в видео предыдущих. Так, надо маску. Вот ведь подхожу к стеклянному лифту. Ну, можно покататься. Кстати, Вики катается. Яхти. Вон в велосипедах ребята поднялись. В общем, сейчас я вам все это дело покажу. Так. Зая спит. Вот, можно постаровать там. Вот самолеты идут на посадку. Мы-то просто не увидели, когда мы приземлялись. Над водопадами. И вот на этом кораблике идешь именно к водопадам. Очень, кстати, интересно. Сейчас спустимся с вами на стеклянном лифте вниз. Так, вот так вот это выглядит здесь. Пойдемте. Не бойся, Маня. Ой, Юра, смотри, какие часы. Время, сверим. Сколько? 12? А, без 15, два. Здравствуйте. Здравствуйте. Попробуйте сладости. Не, попозже. Попозже, спасибо. Пожалуйста. Скидка есть. Мы знаем. Скидки мы любим. Плохо, что на чай не дали нам скидку. Чай купили за 7 лир, но слышала, что в магазине... Павлин, мавлин, лебеди. Павлин, мавлин. Фрэш, я попозже. Спасибо. Попозже, да. Варигут, варигут. Не, спасибо. Мы знаем, что варигут. Так, и вот вышли. Куда мы вышли? К яхтам. Ты здесь была много раз? Нет, я сюда, вот именно сюда не спускалась. Я на смотровых площадках была, но это порт. Отсюда отходят экскурсионные экскурсии. Веди же меня туда, там, где интересно будет. Покажи же мне город. Покажи. Показываю, показываю. Видишь, сейчас все простой. А здесь, наверное, было много людей, да? Очень много, конечно, Юра. Ну, это же провальный туристический сезон. Что сделать? Слава Богу, чтобы здоровы все остались. А сколько один час? Сколько час яхты? Один минут каптал. Я сейчас догоню их. Один персон. Нет, ну, четыре фото. Десять долларов один персон. На час. Десять, десять, бамбино пять. А, тридцать пять. Тридцать пять, да, на час. Сейчас. Ага, водопады Дзюдена. Чуть-чуть водопад. Чуть-чуть, да? Супер. Сейчас я им скажу, ладно. Если вам 30 долларов, окей, бамбино фрид. Хорошо, спасибо. Сейчас скажу им. 30 долларов стоит прокатиться с десяти. Ну, со взрослого по 10 долларов. Ну, Ванька не хочет. Ну, конечно, прокатились бы. Так. Давай водичку купим. У меня есть попить. Сейчас я достану, да? Конечно. Продолжаем с вами двигаться, любуясь справа такими маленькими корабликами. Впереди у нас слева видите, какая стена древняя. И как же опять идем и смотрим, сколько гуляет людей. Видите, все-все закрыто. Юра, здесь так было оживленно. Ты не представляешь. Ну, я думаю, что мы еще вернемся в Турцию, когда закончится пандемия с тобой. Все вместе посмотрим. Нам только пережить бы ее. Согласна. Столько людей, конечно, заболевает. Все. Кто как переносит, естественно. Нам бы ее пережить бы. Ну, смотри, здесь круглый год получается. Тепло, снега не бывает. Это где-то зима. Это зима. Это январь месяц. Какая погода в январе? У меня маска и горят. Парень сюда. У меня в кофте жарко. Парень маску потерял. Да, мы оделись очень тепло. Дайте, пожалуйста, маску. Видите, уже понимаем. Понимаем турецкий. Чуть-чуть. Мы уже начали. Маска уже на всех языках ее понимает, мне кажется. Мы уже всем рассказывали. Приятно очень идти. Ну, вон, в футболочках. В футболках все идут. В легких кофточках. Кто в куртках. По-разному. Ну, сегодня, мне кажется, самый жаркий день уже выдался. Вчера было 24. Я думаю, сегодня все 25. Ну, градусы 30 точно сейчас есть. Ну, 30 и нет, конечно. Ну, 25 точно есть. Смотрите. Смотри, какое чистое море. Да. Здесь вообще так. Чистейшее. А чувствуешь запах? Я чувствую запах странствий. Угу. Чувствую? Я чувствую запах странствий и путешествия. Какая-то, какая-то, какая-то успокоенность какая-то. И чистая, и чистая вода. Бежаки. Шезлонги. И здесь вот можно вот тут клубни как-то арендовать. И загорать, купаться. Давайте клубнички купим, действительно. В отеле помоем, покушаем. Да мы сейчас покушаем. Не мытую? Да, мы попросим помыть. Ну, Юра, это в его стиле. Он все ест не мытые. И, слава богу, ничего его... Ничего не бери оттуда. Бабею никогда ничем. 160 рублей, Юра, не сколько долларов? 160. Ступенек много. Нужно разгонять. Ходить, жирок. Фух. Вот пахнет, чувствуешь? Мне тут воздух. Мандаринами. А мне тут воздуха не хватает. Я задыхаюсь. Почему? Хочу еще больше. У меня такое впечатление, что легкие у меня раздуваются. Лишь бы чего бы родить. О! Тяжело. Прослоечка мешает быстро двигаться. Но тут очень красивый вид. Ну уж если Юра говорит, что тут очень красивый вид, то... Можно поздравить? А, нет, спасибо. Маменька? Нет, спасибо. Юра, я очень знаю. Кактусы какие большие. Собачки. Везде, смотрите, отдыхают. Ну, пойдемте. Посмотрим, что там. Да, поднялись. Что-то более красиво. Оттуда понравился? Отсюда более интересный ход. Посмотри, какая супка какая-то в велике. Да, очень красиво. На что? Присел отдохнуть. Будем двигаться дальше? Будем, да. Вот, смотрю здесь. Вот и здесь я тоже вижу замочки. Тут уже висят. Всего один замочек. Видно, поснимали все. Не два замочка. Я вижу какие-то... Какие-то тряпочки. Вот, смотри. Напоминает? В Тбилиси. Ну, напоминает тут... Вот эти же дома нежилые. Здесь никто не живет. Ну, здесь где-то магазины, где-то рестораны, где-то кафе. Я бы сказал, где-то такая прогулочная улица. Ну, это старый район Каличи называется, видишь? Почему ты не говорила мне, не рассказывал про это никогда? Ну, сейчас иду и рассказываю. Слушай, ты... Вот магазинчик, видишь, он это... Ну, сейчас все это закрыто. Сейчас все закрыто, да. Можно постучать. Нет, смотри... Ну, как постучать? Куда тебе стучать-то? Ну, я просто вообще, говорит... Смотри, какие ставни деревянные. Наверху. Ремонт был сделан, видимо. А мне нравится, смотри, лето, цветы цветут. Как-то на 3-мах. Ну, скажи. Ну, вот это вот здесь хорошие. Вот здесь все дома с ремонтом, я вижу. Реставрация. Это вилы, Юра. Ты можешь приехать и снять. Это вилы? Конечно. А-а-а, вот в чем дело. Поэтому они и с хорошим ремонтом. Лена, кажется, здесь нужно снять все это. Юра. Продавки. Не, конечно, в солнечную погоду ходить одно удовольствие. Кафе. Кафе быстро. Ну, конечно же, тоже закрыто. И тоже, смотрите. Деревья апельсиновые. Сок, гранаты. Гранаты вкусные. Сейчас просто бесподобные. Мандариночки маленькие. Но их не кушают, это декоративные. Ну, хотя, если попадется, можно будет сорвать, попробовать. Где большой. Большое дерево будет. Попробую. Гранаты, у тебя есть лиры? Нет. Ну, спроси, все карточкой принимают. Можешь попить. Пойдем, смотровая площадка посмотрим. Иди, узнай. Лир, нет? Доллары только по 100. Были мелкие, в такси отдали. Вообще, все мелкие доллары уже раздали. Мне кажется, с той стороны красивее вид. Можно? Ну, вот банка с карточкой, давай. Сколько стоит? За 10 лир. Гранатовый сок. Давай, сейчас достану тебе кошелек у меня в рюкзаке. Юра, ты говоришь, 10 лир? 10 лир, а 10. 10 лир. Очень просто. Ай, ты, мы лед. Мы лед, мы лед. Ай, мы лед. Дура. Иди, сделай, ты. Попробуй. То, вчера Юра у нас был официантом. Давай. О, Юра себе выдавил стаканчик. Смотрите, сколько сейчас. О, тяжело, да? Нет, нормально. Так, Юр. Балкон, балкон. А получается, два граната? А, маленькие такие. Юр, ваша, Юр, можешь подрабатывать. Возьмете его на работу? Возьмете, да. Я способен, чтобы жить. Он будет в Туркиш. Да, жить. Возьмете. Возьмете. Сон, маленький. Видите, какие гранатики уходят. Юра вошел во вкус. Смотрите. Здравствуйте, гранат. Да. Здравствуйте. Гранат. Да, везь, как гранат, да. Да, да. Смотрите, сколько надо гранат, чтобы сделать один сок. Это, Юра, ты как? Там что, еще и стакан не налился? Сейчас, последний остался, наверное. Отлично. Вот, смотрите, сколько Юра выгорел. Штук 5-6, да? Ну, вот последний у нас, наверное. Давай, последний. Последний. Вот этот, который мы обрезали. Это все. Все, готов. Молодец. Надалился целый стакан сока. Смотрите. Ого. Ого, вот этот стакан 10 лир. 100 рублей, смотрите. Ну как? Друзья, это великолепно. Юра поконтролировал. Это самый вкусный, настоящий. Вы все видели. Очень вкусно, спасибо. Очень сладкий такой свит. Смотрите, усы остались. У меня салфетка в рюкзаке. И подошел парень и говорит, что сейчас я вам дам салфетку. Спасибо большое, очень приятно. Какие они молодцы вообще. Вот согласитесь. Очень. Я прямо. Нравится мне. Надеюсь, в мороженое сейчас покажу. В мороженом вы фокусы знаете, да? Как они делают. Сейчас будут подавать. Пойдем дальше. Ну, не пожалел ты, что приехал сюда сегодня? Я ни на секундочку не пожалел. Это место перевернуло меня, сделал меня настолько счастливым. Я не знаю, какие слова еще подобрать. Я нахожусь в этом месте, в Анталии. Это Анталия, это Турция, это побережье. Это январь. Так, друзья, на этом я это видео... Нет, спасибо. Нет, не надо. Нет, спасибо. На этом, друзья, вот это видео я заканчиваю, чтобы вас не утомлять, потому что дальше будет еще интереснее. Ну, я так надеюсь. Ну, для нас вообще здесь все интересно, поэтому увидимся с вами в продолжении в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,